Церемония закрытия паралимпийских гульня упройшла на стадионе Маракана в Бразилии. На споборництвах особенно отзначился белорусский плывец Игорь Бокий. Он завоевал шесть золотых медалей. А тем временем в Раубичах отбылась гонка легенд, о которой поединили и мои коллеги. Подробнее о спортивных событиях. Рубрицы Матчбол. В Бразилии минулой ночью завершились летние паралимпийские гульни, которые подарили белорусским аматорам спорта шмать интересных моментов. Особливо отзначился белорусский плывец Игорь Бокий, который стал самым татуированным спортсменом с поборництва и завоевал шесть золотых медалей. Игорь Бокий, белорусский Майкл Фелпс, паралимпийский гульни, стал одним из героев бразильской паралимпиады. До пяти золотых медалей лондонских гульни он дадал шесть урэ обновил и свои рекорды и сусветные. Так само у активи игора и бронза. Усяго у белорусов на паралимпиаде десять медалей на золотый пьеды стал поднимались Владимир Изотов плавание, Андрей Праневич у фехтование на колясках. Бронза у кида не копья у легкоатлета Александра. Трыпутя. В Раубичах прошла другая. В истории гонка легенд биатлону. Мужчинский мостар теперь омог Сергей Тарасов уже ночью Катрын Ланг. В смешанную эстафету выиграли Мары Лоро Бруне и Кристоф Зуман. А лет значим выступление команды агентства Талиновин. У ЕС-Клади ведущая Дня спорта Александр Ярмаш и программы Зона Икс Виолетта Соколович и они замкнули первый десяток. Что касательно нашего выступления, всю вину беру на себя, как говорят многие белорусские тренеры. Футбольные, не футбольные. Но на самом деле сегодня была вина исключительно моя. Семь штрафных кругов у нашей команды и все мои. Все пробежали. Семь на пять, 350 метров лишних. Поэтому, собственно, они решили. Александр Ярмаш, видно, все силы отдал мне. Поэтому, ну, я уверена, шла четвертый. Хорошая, хорошая огневая была позиция. Могу сказать, я не ожидала, что у меня получится такая стрельба удачная. Поэтому Александру только спасибо за то, что он морально меня поддерживал и завершил топ-10 нашей гонки. Минская Динамо поспехово починает не только сезону континентальной хоккейной лизы, но и выдатно проводить хатню серую. На Минской арене Зубры сгуляли два матча, а во двух перемогли. С початку Динамо с Риги овертайме, но матч складывался так, что белорусы повинны были добиваться Виктору основной час. А в субботу Минчане принимали Новокузнецкий металлург, и вот тут поспех был больше уповнен. 4-2. Уже сьогодні зубры чекают у гостя «Авангард». Подошел час, и волейбола Мушинская и Жаночая сборная провели матчы першого тура квалификационного турниру за право сгулять у финале чемпионата Европы. Для наших команд гулись клалися по-розному. Мушины по вынеку трех матчей стали третьими, а девчаты – першими. Вот у таким пригожим антуражей прошел открытый чемпионат Беларуси по пристали, присвеченный 30-ти годзю развития этого вида спорта Украины. Антон Кушнир стал другим, а Александра Романовская завоевала золото. У девочек, конечно, очень хорошие прыжки показали, вы все видели. Саша Романовская, она прогрессирует, очень так по-бойцовски провела соревнования, показала свои лучшие варианты, достойно победила. Так что здесь вообще все без вопросов. Вы знаете, для меня принципиально были эти соревнования важны, так как проходили дома. И хотелось не расстраивать публику наших болельщиков. И все-таки морально очень сильно выложился, и удалось сделать максимум на сегодняшний день то, что я могу. Я хочу перенести на снег то, что прыгала сегодня на воду, и соревноваться, конкурировать на Кубках мира и на чемпионате мира. В осень уже вошла в полную силу тому, а пронатиться теплее. Тем не меньше спортивных споборностей у этого пару года, так само шмат. В матчболе протягнем рассказывать об самых значных. Али не только сочите за спортом, печь за все, займайтесь им сами.